Порцию позитива, наверное, 3 очка они имеют в своем активе, 1 победа, 8 поражений, конечно, ситуация для них крайне отвратительная, но еще есть матчи в запасе, поэтому надо потеть и стараться занять как можно более высокое положение в группе, то мало ли вдруг потом с кем-то будут бороться и выйдут из группы там с последнего места хотя бы, шансы в принципе, наверное, еще имеются. Ну, на первом месте у нас Вичи Гейминг 7.1, 6.2 имеют IG, ДК 6.3, ЕГ 5.3, Ликвиды 5.3, Титаны 5.3, 5.4, Клауд 9. Ладно, мы, наверное, не будем продолжать, в принципе, все перед вашими глазами, подведем просто под конец игры уже итоги, но это последняя на сегодняшний день, ночь, утро, не знаю, как у вас там время суток игра, ну и представление команд. Джонни, Ланс, Ксянгзай, Дидизи и Мозу. Так, вот тот самый злостный Дидизид, который просто на инвокере карает, у них вот топ-2 по пикам инвокер, реально он на нем жарит очень жестко. Ну, и их противники. Жидкие. Ликвид, Бульба, Койква, Диси, Вайтосекс и Демон. Вот такие расклады. Чаще всего любят пикать Никса, Shadow Shaman, Бэтрайдер. Но я думаю, эта статистика, она такая себе, жиденькая. Почему? Потому что сейчас уже все пикают там, ну, совсем по-другому. Всякие воиды залетают, всякие энигмы, скаймаки и так далее. То есть вот эта стата, она, как по мне, уже не совсем актуальна. Ну что ж, переходим к банапикам. И видим здесь уже взятого инвокера Рубика от Arrow. Они не хотят экспериментировать. Инвокер к ним заехал в прошлой игре на ура. При том, что его щемили на лайне очень жестко. И чё бы не взять его еще раз. Ну а Скаймага с Тайтхантером берут себе Ликвиды. По банам Нага Тумбрингер. В Рискинга банят на второй стадии. Arrow Gaming отвечает банами. Вводит Брюмастер Иликан. Иликан. Это как Иллидан, только Иликан. Думают, Ликвиды что же забанить еще? Миранку вычеркнули. Нет, интересно, Ликвиды вообще там, ну... Видели каточку Arrow Gaming с этим инвокером? Представляет, что их вообще ожидает? Ведь реально, инвокер дядя довольно серьезный. Дидидидзи показал, что он могет. Еще как могет. Все правильно. Вне конкуренции. Да, он очень лютый, этот дядя. Ну, мы же не все игры стримили, поэтому мы не знаем. Но у нас... Знаешь, я не помню. Не буду врать, я не помню. У нас было достаточно много игр, чтобы еще и все запомнить. Мне кажется, если меня сейчас посадить и заставить вспомнить, я вспомню только пару игр, остальные смутно. Как будто и не я стримил. Так. Забанили. Templar Assassin. Ну и Arrow Gaming думают, что брать. Arrow Gaming. Флет, флет, аэрофлет. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова. Аппарат. Я.Семкин Корректор А.Егорова. Ммм. Дай Team. Бан. Ну да, а чё изобретать велосипед, если у них и так всё нормально идёт? 5 секунд remaining. 5 секунд remaining. Radiant team ban. Сильно. 10 секунд remaining. 10 секунд remaining. 5 секунд remaining. Так, ну и последний бан за Liquid'ами. 10 секунд remaining. 10 секунд remaining. Что вы не хотите видеть? Спектра. Ну они точно знают, что у неё есть глобальный ультимейт, у неё есть спектральный даггер, есть дисперсия и дизолейт. Это они точно знают. Однозначно. 5 секунд remaining. ДПС. Пугна. Ты посмотри, она вообще входит просто идеально. Да там есть инвокер, там на суммонах завезёт. Берёшь пугну, идёшь, ломаешь противнику лицо одним вардом просто. Покупаешь и рефешешь, ставишь 2 варда. Всё. Больше ничего делать не надо. Ну вообще языка, разве нет? Посмотри, у что долши маны, ульта стоит там сколько маны? Чёрт. Ну, они не шарят ничего в доте. Они не того скилета просто пикнули. Они точно хотели пугну, просто перепутали. Помнишь, в доте первый там похожие были? Ну вообще ничего не понимают. 10 секунд remaining. 5 секунд remaining. ОД. Вот так вот. Да. Вау, вау. Вау, вау, вау. Так, ну что? ОД, Shadow Shaman, Razor, Skymag и Tidehunter. Ну, набор героев довольно сильный. И есть чем бушить, есть чем цеплять, есть чем убивать. Нюков много, дизейблов прилично. У ребят из Arrow Gaming дизейблов довольно таки много. Глобальных 2 скилла. Ультимейт кентавра и аппарата. Клинк сможет выискивать себе какую-то цель. И кентавр с аппаратом ему помогут в убийстве. Плюс ещё есть такой скилл как Sunstrike, который тоже является глобальным, что делает Arrow Gaming очень-очень мобильными на карте. Как тебе такое? Это всё очень жёстко. 5 секунд remaining. 5 секунд remaining. Или там что-то там мы вели, но вы нас не слышали. Вы уж нас простите. Всё-таки 11 часов эфира и мы немножечко подустали. Хочется нам тоже отдохнуть. Как ни крути, но для комментаторов вот это вот комментирование это тоже челлендж. Да? Какое-никакое? Да. Я уверен. Кто кого? Мы их или они нас? Я ещё готов комментировать! Держите меня кто-нибудь! Я готов ещё откатить матчи 20. Ну и в общем, вкратце, вот вы нас не слышали, но мы вам расскажем, что вкратце здесь происходит. В общем-то, пик хороший, как у одной стороны, у второй. У Arrow Gaming отличная ганг-связка. Это кентавр плюс инвокер аппарат и бонфлэчер инвокер аппарат. То есть, что один, что второй способны сделать минус в любой точке карты. И это замечательно, когда ты можешь делать минусы. Ну а у Liquid тоже крутая связочка. Скажем так, DPS у Liquid он повыше. Причём в разы повыше, но мобильность на карте в плане ганга, она ниже. То есть, ганга, по-моему, одна. Один Shadow Shaman. Один Shadow Shaman может кого-то убить. И пукам порвать. Так, ну что, смотрим пока кто на ком играет. Didizine на инвокере. Moson. Rubik. Lanz на Klingset. Johnny Operation. Xiongzine на Kentavry. Liquid. Наши жиденькие. White of Sex. Shadow Shaman. Koiqua OD. Bulban. Skymac. Razor. И Pegasus. Он же демон. Он же Джимми. Tidehunter. С пиратским флагом. Мне интересно посмотреть сколько Джимми вообще сыграл игр на этом Tidehunter. Я вот сколько не смотрю игры Liquid. Это либо Tidehunter, либо Panda. Других героев и не надо. Ему хватает. Да. И Джимми Хоу нас побеждает. Классно так двигается Tideh. Так прихрамывает слегка. Чувствует ритм. Он не прихрамывает. У него там просто музыка в этом. На штурвале. Который на голове. Все нормально. Очень хорошо закупился у нас Тайт на Харлине. Сапог. Танго. Все таки. Уэро гейминг на легкой. Точнее. Боже мой. Это не уэро. Да. Уэро гейминг на легкой. И самый лучший герой. И если вот. Ходи придет. Бом Флетчер. Соло. То на самом деле. Вот если Бом Флетчер приходит. То окажется. Что Tidehunter не так хорошо закупился. Но. Если. Вдруг. Тайтхантер сможет подходить к Боннику. И давать ему анкер смеш. То. Все не так то плохо. Ну там же огненные стрелы. В принципе норм. Да. Вопрос только в анимации. То есть. Вопрос только в том. Насколько мощная анимация. Вот у этого Бонника. И как быстро он сможет. Ээээ. Атаковать. Я считаю. Я думаю. Так оно и есть. Просто. Ну во-первых. К Клинксу подойти будет тяжко. Первый плюс Клинкса состоит в том. Что из-за этого модификатора атаки. Крипы на него не агрятся. При атаке. Вражеского героя. И как бы это огромный плюс. Стоять один на один. Против Тайда. У которого тапок. Тяжковато будет Тайдухе. Ну. Я думаю. Он там на щиток себе как то натерпит. А там может быть у него каточка и пойдет. Вот. Ну. Легко ему точно не будет. Так. Мозун. Он сидит тут в засаде. Ждет. Ждет. Ждет Разорчика. Так. Неужели его здесь не видно? Тут ладно. Да не. Так. Разор вообще не вышел на линию. Увидел что спаун заблочен. Кринкса обходит. Обходит. Шадоу Шаман. Имеет лассо. Тут Скайверас наверное тоже что то прокачает хорошее. И могут убить. В очередной раз у нас Ликвида делает наверное то что они уже делают наверное десятую игру подряд. То есть я уже на самом деле устал на это смотреть как выходит у нас Бульба с Вейтус Экси и кого то хотят жарить. И вот в этот раз у нас Эру все поняли. И в итоге вот при такой агрессии у нас Тайтхандер на самом деле будет чувствовать себя замечательно. Потому что если он сейчас быстро получит по фасу третий левел. А там еще не дай бог и аркан тапки. То Бог Флэчер здесь не выживет. На этой линии. Не. Так. Миди в миди в миди в миди в миди. Поймоли GDC. Да дорогой. Ну вот на топе убить не удалось. Решили убить мид. И в общем то получается это сделать. Вот так вот. Ну вообще. Койква будучи на ОД я слышал гораздо сильнее чем инвокер. Как ты думаешь. Его еще и убили только что. Я вообще могу сказать что инвокер ОД если получает легкое преимущество то он очень сильно делает инвокера. Потому что. Так. А тут у нас лесу заруба. замедлили Мозуна. В эту секси. Еще бы одну тычку. Но вот не получается. Здесь санстрайк. Но не попадает. Не попадает санстрайк. Джонни. У нас прям такая лютая битва суппортов. Кто кого сильнее. Пытается прогнать. Сюда подтянулся TC на помощь. Есть у него плазмофил первого левела. Зацепили Мозуна. Зря ты против него подставился. Зря. Его забирают. Еще и фраг достается разору. Вот так вот. Кентавр рядом. Решил тоже прийти на пати. Но немного опоздал. Или. Ого. Ого. Тычку. Добыл. Ох ты ж посмотри. Какой этот. Ксян. Ксай. Жесткий. Красава. Красава. Ну вот не зря здесь стоял вардец. Который в общем то дал вижен. Тут вообще два варда. И от одной и другой команды. Прям. Тыкнули друг на друга. TC вернулся на линию. Сюда же возвращается кентавр. Ну и оба. Будут крепиться. Хочет бульба. Ну а что ты хочешь против? У тебя всего второй левел. Кентавра явно не хватит чтобы убить. Тут очень жесткий вообще тайтхантер. Он соло прогоняет. Рипл лейн противника. Просто гонит. Бомб флэчера. И все остальное. Все равно полкабина снес. И на самом деле вот такого тайтхантера будет вообще нереально прогнать. Потому что он получил преимущество. Я могу сказать что преимущество он получил очень весомое. То есть таким тайтхантером сейчас шутить нельзя. У него будет четвертый левел. Ах поймали все таки кентавра. Санстраки за оценовать у секса. В эту секс отвалился кентавр правда тоже умирает. Но нормально. Один в один разменяли. Потанковал Тауэр. Да. У нас тут тем временем Девауэр доминирует в центре. И кстати у ДДЗ огромные проблемы. У ДДЗ нет маны. Даже для того чтобы призвать форжей. А койку... У койки пока видно что везет на пассивку. У койки 18 добитых крипов. То есть фактически если убьет 3 крипа которых добил инвокер. То счет сейчас будет 22... Нет 24 на 24. Это очень много. Для того же инвокера. И инвокер нужна помощь. Вот приходит Рубик. Он приходит. Я не знаю зачем он приходит. Он приходит. Но здесь хоть какой то плюс. Не знаю. Можешь пару крипов добить. Чтоб инвокер мог что то для себя взять. Да. Но выглядит вообще слишком печально. Девауэр мало того что прячет инвокера. Он еще может и Рубику рассказать. Если Девауэр получит 6 левел. То просто будет минус 2. Дубль килл. Айяяяя. Койку очень. Ну как бы у него герой гораздо сильнее чем у ДДЗ. Я думаю ДДЗ будучи на ОД тоже самое бы делал с инвокером Вот койковый просто пока. Преимущество. Преимущество захватывает. В этом фишечка. 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 Да. Ликвиды. Решили. Ну вот мне нравится то что Вайта секс вместе с Бульбецким не сидят на месте. Они вверх вниз вверх вниз патрулируют. Вверх мидь точнее. Цепанули Джонни. Джонни приплыл. Так. Вот это патрулирование вот отсюда. Вот так вот отсюда. Это просто супер. Ну правда немного не по той траектории. Но неважно. Суть понятна. Суть ясна. И я могу сказать то что для Аэро самая адекватная вещь это то что они будут защищать своего Бон Флетчера. Потому что они разделились и Рубик с Кентавра многого не сделают вдвоем. Разор он ну хорош в защите. А Бон Флетчер с сенчин аппаратом он тоже не сделает ничего. Вторим как Ликвид они понимают что вместе они силы. Там с первого класса. И нужно идти. Нужно идти куда угодно. Опа. Золот видел крипа. Хорошо. Да. Двокер нас старается. Двокер нужны фаржи хоть как-то. Ну-ка сейчас. Сколько. Сколько у нас без арбы. То есть. Двокер тактический. Двокер может просто свалить в лес с фаржами. Потому что. Ну нельзя это терпеть. Нельзя просто открыть и терпеть. Хотят сделать выход на центр. Тут стоит аппарат. Стоит аппарат бегает Рубик. У нас команда Ликвид по-моему вдят. Все прекрасно понимают. Двокер как Ласпик это он. Ну пока что. Два у нас как Ласпик. Зашел просто идеально. Ну да. Контрпик просто сделали Ликвид и была у них такая возможность. И они использовали на все 100. Две 800 имеет ОД. Две 400 Тайтхантер. Две 200. Так. Поймали. Сиесть. Санстрайс. Так вот. Да. Ну толпой разобрались. Вместе мы сделаем. Это очень красиво. Вместе. Наша тима. И победима. Ну же он так вот. Оценирайся со штукой Тайтхантер. Джимми Хо уже я смотрю. Решила отборовать. Так это нормально. Это не да. Это не да. Сейчас. Это очень серьезная АТМ. Очень серьезная заявка. Главное чтобы он на линии стоял так же хорошо как он стоит сейчас. Тогда он будет. Ну это Тайтхантер он окупится. Как никак. Потому что. Не добьешь ты. Не знаю. Крепов 10. И блин. Нафиг то тебе даст друг. Про. Давай 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 Джимми Хо. Оп. Ну покажи. Оп. Оп. Нет. Нет. Все нормально. Ну как бы он. В любом случае. Купил бы даже все Арканы. Ему бы это не помогло добивать лучше Крепов. Ну у КЗ был. Купил бы он Арканы. Он бы например сейчас не бежалось домой. Учитывая что Арканы стоили тысячу. Купил бы он себе еще не знаю какую нить регешку. Там два колечка. Или фласку принес. Он бы опять же не бежал бы он домой. Он бы сейчас. Логично. Он бы реально доминировал из-за того что он пробежит сейчас домой. Купит ТП вернется наверх. Еще купит Клайд. И больше думает. Он из-за этого потеряет очень много времени фармом. То есть вот. Добитых крипов 10. Это факт. Поймали кентавра. Плазмофилд. Но вот он разъяренный. Убегает. А кто нибудь там воспользуется этой ультой напасть. Не. Не нападает никто. Мозун. По моему его тут можно забирать. Но нет. Койкова. Койки надо еще хотя бы пару тычек сделать арбой. А уж потом убивать. Но он не подставится. Или подставится. Нет. Тут еще пришел инвокер. DDZ по моему немного пофармил вес. Ну что-то передумал. Вернулся обратно. У него только 6 левел. Близится 7. Тяжковато конечно инвокер. Очень тяжковато. Уже 8 есть его D. Тут генерация. Опа. Встрял товарищ. Ну да. Забрал перед смертью регенерацию. Но в любом случае ему от этого не легче. Последний хит нужно сделать либо гашем забивать. Ну гашем его добьет. Ага. Ага. Нейтралов. Не успел. Хитрец. Хотел отдаться нейтралом. Так. Эк. Опять. Проблема у кентавра. Поймали волосу. Вытягивает из него демочки. Кентавр хочет подать и достанет. Отмонтовался от стана. Дабыл эй. Даже дабыл эй. Быстрее гораздо. Пегасуса хотели убить, но он живет. Так. Ну а параллельно там у нас забрали еще и Рубика. Вот так вот. Снизу прям совсем агрессией. Очень сильно выделяются ликвиды. С разором нормально так понаубивали. Арканчики-то он сегодня купит себе, нет? Что-то как-то долго после Эмидаса не появляется. Да, видишь, не окупается. Не, а он купится, если она с краю слишком сильно затянется. Но пока что у нас Бонфлэчер благодаря этому возвращает контроль над линией. Да. Вот этот Эмидас, он такой. То есть его реально нужно уметь брать вовремя. Тогда, когда он реально тебе приносит пользу. Контролируешь линию полностью. Вот тогда он заходит хорошо. Потому что есть такие, знаешь, люди в пабе. Они приходят на войде на легкую. И против них Тайдхантер. А они вместо того, чтобы спакануть там ТПТ-шечку. Как-то напрягать и всех крипов давать. Они пакуют фастмидас. Они его паковывают, да. Но при этом они убегают красные на базу. Ничего не фармят. Тайдхантер там вообще на фрифарме забирает больше, чем он. Но в итоге вот борьба. Борьба должна быть выиграна. После борьбы можно смело паковать все что угодно. Поэтому очень многие профессионалы пакуют там либо файзы Мидас, либо ПТ Мидас. И такие многие думают, посмотрите, шо за глупец. Он купил. Миду в начале Мидаса, шо потом. Да, да. Но на самом деле на хайлевеле это просто необходимо. Линию нужно всегда контролировать. О, с Вейзами Ланс. С Вейзами. То есть он уже обгоняет Атернал Энви. Он с Вейзами и с Огр Огр Офакс. Самое интересное. Неужели он верит, что он настолько жесткий, что его будут ссибить? Потому что нужно хоть что-то, чтоб гангать. Ты как бы бегаешь в инвизи. Курочка летит. Смотри, как она летит. Она правильно летит? Смотри, какой он жесткий. Этот DC. Вижу ты Раста. Раста очень. Может быть плохо. Рубик у нас подходит. Находит Расту. Раста. Лол. Она еще и в ответочку накрутила нас. А вот Мидаса и инвлогера. Больше Мидасов. Просто все походу слышали в мой стриме. Не знали, может что-то еще. Может твиттер написать. Ребята, дайте Мидасу и будет вам счастье. Потому что пока вот именно экономическая дота у нас наступает. И по-моему Ликвиды всей решительностью хотят купить команду Эрро. Своими деньгами. Но Эрро просто так не взять. Фоник вообще забил на фарм. Все необычно. Он тоже начал бегать. Хотя я могу сказать, что лучше побегать с каким-то артефактом. Когда он реально полезен, чем бегать вот так, как Этернал Энви. У тебя есть соу ринг. Все, бесконечный монат. Поехали. Знаешь, вообще вот интересно. Многие раньше собирали арчид. Но теперь все собирают соу ринг. И давай, Бонник. Давай. Мочи. Пищ, 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 пищ. Ох, какой царь Юга. Прям супер. Врывается Пегас. Это демон. На Бон Флетчера. Бон Флетчер у нас стоит. Осторожно. Врывается у нас Шаду Шамон. За Бон Флетчера. Бон Флетчер у нас убегает. Так, почти уже плюнул. Но толку нет. Все равно даже если бы достал. Там все равно инвиз. И нормально. Кой-ква. С мендосянским инвокер с мендосянским. Ну тут как бы все в порядке. Винвокер с своими санстрайками умудрился сделать пару фрагов. Снизу начинается драка санстрайк. Еще один фраг инвокер. У не другика достается фраг. Фейтболтон сделал киллыч. И тп аут. Эт. 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 Успевает. Все таки успевает. Тси цахануть. Сделал килл. Бам. Буквально одна тычка с ульты. И с руки толпа. Тауэр. Флотмофилд. Сопнул кентавра. Но тут убегает его. Вроде что он не получится. Стоят мейки. Ликвиды хотят блять тавр. Лангер хочет повторять. Такой сладенькой. Такой тоненькой. Что забираешь тавр. Забираешь этих героев. Нормально. Да. Дайтхантер нас вообще. Нормально. Хорошо стоит. Потратили на него полтвит. Отошел. Тауэр затонали. Ну или можно обойди в спиночку. Да. Обойтись сбоку. Не. Не хочет обойтись сбоку. Смолки нажали. Хочет. 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 Потерпеть. Я думаю завтра будет лучше. Нападать на бойника. Сеточка. Все очень качественно. Да. Отошли. Мол. Красный таймхантер. Опа. Рэвич. Кентавр подошел сзади. Сделал килл. Но его по идее тоже должны наказать. Последняя тачка. Минус кентавр. Ну два в один. Кентавр забрал скаймага. В его ситуации наверное может быть это даже и было неплохо. Так. Вообще у кентавра есть байбек. Он может байбекнуться и бахнуть ульту. Тиммейта бы догнали и убили бы двоих. Но он этого не делает. Слишком жестко. Да то это слишком жестко. Не дай бог там кто нибудь еще рядом. Ну вот я в миде стоит. Как бы это было видно. Не дай бог я говорю. Раззор снизу. Там еще что-то. Как бы маф контроль еще никто не отменял. Ну ладно. Дай бог там кто нибудь еще рядом. Как кстати бывает. Вот она такая. Тут интернешнл. И от тени хухры мухры. Можем стоять в виде. Пока крепится. Никого нет. Доволен. Ну это секси недоволен. Тауэр стоит по виду. А вот на топе аппарата бахнули. Вот так вот. Пошел за руной кой к вам. Сянгзай. Три три один. С даггером все как надо. На всяких. На всяких. Кентавр. На всяких. ОД. Будет врываться. Я думаю. Рассказывать. Всяком случае. Надо пытаться. Как-то. ОД убивать быстро. Потому что он. Реально проблематичный. Тип. Ну вот оно. Нападение на ОД. Он страйка из блат. Все. Просто впихнули в этого товарища. Убили. Дабл. Эй. Тс. 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 На нем сверху. Змейки от рубика ответные ставится. Шатал шабан тоже развалился. Эти смейки еще можно пофармить. Возвращает обратно. Возвращает обратно. Рубик сам встал. Просто мистик флэр. Но кентавер его накажет. Да. Накажет. Инблокер вообще фрак остался. Так, как хорошо играет Errol Gaming. Вот, вот они хорошо начали играть. Прям то, что спитка вот, кредит, но... Прям растут. Растут подсадчики. Не по дням, а по часам. Да, жарят они, конечно, люто. Наказывают за Медасы. Наказывают за Медасы команду Liquid. Хотя, по-моему, команда Liquid, она сама себя сейчас наказала за Медасы. Потому что, вроде бы, у них есть Тайтхантер, у него есть Реведж. Но они пошли без него или с ним, и всё. И Реведжа не было. Да. Тайтхантер на драке вообще внимания не участвовал. Ну, а без Тайтхантера делать тут, по-моему, в драке вообще ничего. Тайтхантер. Мужчина. Тайтхантер. Он со штурвалом. Он рулевой. Его надо ждать. Да, ну, понятное дело, без Реведжа. Но Liquid посчитали, что преимущество за ними, и надо идти давить. Хотя, вроде как бы оно так и есть. Но это преимущество, которое в золотом эквиваленте, оно было потрачено на Медас. Поэтому это преимущество, мы, считаем, примерно 7500. И вот, вот видите. Раз Медас. Два Медас. Три Медас. То есть, три Медаса. А не, тожди, два Медаса. Да, два Медаса. Ну, два Медаса, считай, 5000, как бы. Ну, это не пять, а четыре. Хорошо считай. Хорошо считай. Четыре, четыре. Я уже езжу, да. Я уже хорошо считаю. Четыре тысячи, два Медаса, и как бы, вот тебе все преимущество ушло в никуда. там буквально там остается вернады 10 и тогда все вернется на свои места не надо просто не то чтобы ждать а надо ждать именно свои холдауны скиллов вот он дайв духа варвался сейчас у него есть рэвэйдж из-за этого и ваш пытаются забрать очень быстро дети здесь получается это сделать разнесли его просто тревезги под bkb ланд расстреливают рост рост еще буквально за остается sky мага выживает два в один размен пегасус дожидается даггера уходит ну а ланс там минус еще кого-то догнал он убил sky в раза это минус 3 в общей сложности потеряли только одного инвокера огонь локер это по моему пока баху какой-то себе придумывать что-то форса типов так как он сейчас вот если бы мог себя заставить ну не было вообще никаких разменов они забрали еще рошана или в мог бы он там как-то пайбэк нас ну закончить некротри сначала а потом можно до покупать себе артефакт у ликвид очень много но вся инициация это буквально два героя тайтхантер прыгает рэвэдж ты можешь развернуться если успеешь и shadow шаман который кидает тех екс ты разворачиваешься и сетка в итоге от любой инициации ликвидов ты просто себя спасаешь ну и в целом против вот ликвиду особенно против sky размейджет и форстаф он очень сильно решает центре у нас движуха нападает на рубика вот форстаф ну и хорошо и работает нужен еще второй форстаф 3 тогда будет вообще все очень жестко и пока у нас форстафит тайтхантер без рэвэджа ddz просто сбойников наглую забирает рошана и ликвид мало что сделает с этим хорошо у нас падает есть на самом деле хороший звоночек потому что у ликвид острых жесткий тавер но он завязывался смолки надеялся что сможет задолжить этот тычку но не должен случая попытка взять свой клон ухо и плотный без трейфов там ведь не получится мы перетягивается на под клинксу нужно еще больше дэмэджа чтобы он быстрее убивал гораздо у него тпс вроде хороший но пока круиз ты можешь айтемов у него ничего нет купился с его и тем бкб а все остальное висит остальной дэмэдж это от собственных скиллов инвокер тащит себе некры 3 замечательно рядом тут бегает одэ ничего даже не подозревает сейчас его увидит инвокер и наверно вот у него по-любому сейчас не хватит терпения он полезет по-любому на это воды нет не полез не полез что трону табл дэмэдж пошел на эншентов ясненько побольше фармить получать левел который был упущен на линии сейчас уже как бы разница между инвокером и одэ в принципе никакая опять какие-то проблемы со звуком но ничего страшного мы пока посмотрим на айтемы всех вообще персонажей sky мага из арканы стики у от и есть форс мидас ультимой торпу потихо хекс его фармивает tight hunter дакер потал мета сианский потом скоро выйдет себе в какой-то рефреш аркита шивы и будет жарить раздорчик мека он горкла взял либо аганим либо bkb будет делать ну и аквила shadow shaman ну тут арканчики и больше чего нужен blacking bar койки основной дпсер команды ликвид и желательно разору без бкб ему здесь ничего ловить очень много демжа с магии уэро очень много это да и дизейбл еще помимо того что дэмодж там реально вот эти всякие колд снэп и бласты станы кентавра замедление кентавра и в общем-то приятного мало так ну кентавра форс таггер бик к би будет наверно делать или что это что-то похоже нащика тут уже bkb есть взял себе кристаллисты дпс себе уже ланс увеличил довольно неплохо ну и инвокера некро 3 мы увидели я думаю ближайшее время появится что-то похожее на форс чтобы сейчас сейвить может быть и улыбнул в общем хоть что-то его там не разрывало на части как-то мы видим это большая говорит это за пошел его 15 никого нет снизу он не знает что там 5 уже раз уже видно раз уже видно два и на самом деле команда ликвид она не помни до конца поняла что здесь вообще один убил 1 2 2 на самом деле нормально отдал некробуки да отдал сколько там 400 голды но он оставил противника от пуши он вот здесь ну они вот там стоят начинает такой линия пропушена и потихонечку в терпает tower ликвидов минус 2 тп уже готовится к рыбу shadow shaman и тайтхантер готовится убивать если зависит от ланса умеет ли он бкб ну тут тайтхантер далеко был поэтому рэйвич он даже не попытался кастовать и в общем-то спокойно ушли так и они нифига не ушли они никуда не ушли будет драка поймали тайтхантера пошел айс бласт тайтхантер рэвич так и не заюзал тайтхантер может отъехать на нем еще висит санстрайк бежит прям под санстрайк нет чуть 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 не попал да прям под носом шкрябнула но не попала было близко койка подрубает точнее забирает хосту и пошел фарм будет убивать ему нужно доделать уже этот хекс я как как по мне и правда бкб было бы здесь полезнее но решил вначале койка сделать хекс вот очень грамотный выбор был в пользу бкб от ланса потому что вот он как мы видим сейчас и месяца ту 41 первым айтомом бкб на клинксе бывает крайне редко увидели кольку понимает что этот товарищ дофармливает хекс и ему нужно как-то помешать прыгает рубик телекин с пошел айс бласт кентавр запрыгивает кольква минус хекс будет позже хекс пока откладывается и что будут драться в меньшинстве тайтхантер тайтхантер прыгает дает рэвич ланса разрывает на части нет он успевает рожать бкб успел прожать бкб ушел вниз мод он попадает под фокус джонни отхиливается с уны ну и хекс на заят да это товарищ тоже должен умереть форс он запретил ставит и свол дидизи будет соло отбиваться от тауэра пока не сова получается подругается глиф попытка задинает это tower прыгает до дима не угостан страйк мимо из глаз примат демон просто сделал space для того чтобы смолы тиммейты могли спокойно забрать товар ну и товар таки шадал шамана достался бульбецкий выживает дидизи в соло там просто накаляет всю команду ух уж ликвид жесткий какой а кайква 2 800 все-таки татьяло вы это делается хекс рано или поздно он появится 24 минута в принципе довольно таки неплохо над ворс 11000 12000 почти над ворса у инвокера блин тут конечно такое прям чувак стоял на лайне против а д его еще загангали фб на нем сделали все было так печально он бегает стоп-1 над ворсом молодец просто дети зи очень и очень лютый очень сильно выделяется конечно среди своих тиммейтов тащит их вперед разор чико горкал об митрил хаммер так что шаман это герочек есть ну и в общем-то у ликвид по сути сейчас еще хекс появится дождались они выпадения егиса и могут на самом деле уже сами пытаться что-то учинять просто ждать им пока у аппарата появится аганим идея не самая лучшая инвокер с одной стороны он становится сильнее с другой стороны его эффективность уже практически дошла до максимума то есть гораздо сильнее он уже не станет там на немного разве что то есть тут с одной стороны можно в терпать и ждать пока у разора там появится бкб рефрешер аганиму тайт хантера какой-то рефрешер появится вот этот же рефрешер бкб и пошел тупо за две кнопки убил они решили вот сейчас попытаться что-то сделать дизи контроли своими фуржами сам не подставляется на карте вообще никого нет и понятное дело тут надо играть осторожно тайт хантер прыгнул дает рэвэдж бкб от ланса впитывает урон практически весь инвокер явно не особо доволен картины происходящего тайт хантер запрыгивает один это уже рубить запрыгивает рэвэдж уже ответный пошел санстрайк санстрайк по всему не попало пегаса все равно поймали убили четыре в ноль боже мой побежали ликвиды сами себя угробили обалдеть причем у хексу хексу хоть бы не было зачем зачем они пошли зачем они это сделали на фидели сейчас очень плотно скоро появится рошан с появлением рошана будут огромные проблемы у ликвид тут уже появился хекс ликвиды сейчас только что тупо угробили свою карту вот этой вылазка из базы не было хекса я думал кольку уже дофармил хекс и вот уже он идет спокойно драться ничего подобного койку и тупо фармит так что там кури так убили shadow шамана подождите где хекс а лолу все все прятки купил забирают товар хорошо она же сейчас появится стоит алла сам клинкс криты у него теперь очень и очень жесткие там отрывать будет буквально за пару ударов того же разора который казалось бы должен как-то танковать и наносить урон скорее всего будет просто умирать очень быстро умирать кентавар подрубает ультимайт поймали разора сан страйка из пласты это минус не будет у него бкб опять же не дают появился рошан пойти чекать надо чекнуть этого товарища убить и попытаться пойти закончить на дефе на самом деле ликвиды тоже довольно сильные тайт hunter тайт hunter сделал выбор в пользу вот этого форстафа который как бы вообще нафиг не сдался он конечно неплохой но рефрешер надо тарить по моему тайт с рефрешером это самое сильное что может быть force это почти oblivion уточнение почти больше даже чем oblivion гораздо больше по сути профука на довольно таки много 1675 oblivion стоит рефрешер 5 200 из них 2 200 было потрачено еще 3000 года фармил и был бы ему фармил бкб то есть теперь ему можно врываться вообще ничего не боясь но он в принципе до этого них особо до стеснялся а теперь ему будет еще проще в миде и посмотрите что он вытворяет от хатор ворвался дает про касты хатор самому очень больно 10 подрубил ультимейте все пытаются убить инвокера в итоге ноги уходит в инвизище импульта кентавра легко сваливать кентавр здесь дает стану ментально стал сбивается рэвать идет от рубика позже что его что вытворяет тароу гейминг минусует четверых дидиди убил одного троих убили остальные ребята которые подошли на помощь и по моему это как минимум если байбеке есть нет байбека отсутствует байбек есть скаймага тайтхантер тоже имейтой бэк надо юзать либо отдавать сторону то таской макс я байбекнулся с потянуть поближе кентавр ворвался это минус ну да тайтхантера байбека и цена немного поздновато будет ли хекс есть хекс есть гашки материю адаму дают отбили будет ультима это чуть больно прыгать дальше и тут начинают ару гейминг проситать один за другим упрыгивает рубик тут форс и даггер холдауни и общем-то рубика отпустят сейчас у него откатит таки ротчик той духа прыгает хочет хочет он сделать kill там по сути этого рубика осталось сосед чуть-чуть хп рубик пошел немного в другую сторону разминулись но пытается допармить но здесь на самом деле слегка под задержались и забрать т3 не удалось и под видели еще немного то есть в принципе ликвиды пытаются держаться на плаву 7500 преимущество по золото 14000 экспы ару гейминг лидирует но не очень жестко я думал что ару гейминг пойдут для начала на рошана заберут его уж потом будут идти давить и как получилось они провели очень хороший файт и потом не устояли перед искушением зайти на high ground но опять же в любом случае преимущество за ними пегасус свой пегасус подставляет за force даггер куда он делся ого ого папа спалили телекинез кентавер тот подстанели но джимми джимми без скролла бегает но сейчас он начал уже себе делать да ладно мы куда-то брать у меня не сопротивляйся сопротивление бесполезно или или он скролл не смог купить под этим он же в боковом магазе купил скролла бы сейчас ушел телепорта но скролл его ну хватило то ли рук то ли чего-то еще не купил этот скролл машине денег не было кстати говоря вполне вероятно что не хватало денег в это время и забирает рошана на топе койко пытается забрать tower от одного героя точно нам забрали товар поставь нашел аегис такого крикса там что у клинкса сейчас будет линкин я не знаю зачем у линкин чтоб питать его не хексили клинкс подфармливает тащит себе рецепт на линкин но вот сейчас в полной боевой готовности находятся оруги миг в принципе ликвиды тоже сейчас вот той духа воскреситься и все будет у них в порядке дефицит по идее можно клиент уже начинает на шпиговый tower есть ли уж или крипа что не пойдут на хайграунд у аппарата там еще огонь и влага ним уже достаточно давно появился огонечек пиндюре будет будь здоров так кстати какие у нас там последние игры то линейка там парой g там еще шпилят так врывается инвокер дает прокастовать у секса ну не хватало дэмоджа от инвокера зато хватило дэмоджа от ланса разорвало его на части санстрайк мимо не попадает по пегасосу и он уходит что так а вот тут тем временем вакханалия творится на базе команды liquid тут что-то уже пошло явно не так ланс подстрял убегает проблемы у тисе минус тисе и байбеков по моему этих ребят нет а по потерялись онлайн 2 line сейчас будет на подходе пошел клинкс за крипом быстренько 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 съедает его на файзах бежать 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 вот он клинк с файзами я помню пока попал в бейзу меня все это хорошими словечками поминали такое тащит парень тащит 10 один вот так вот минус еще одна линия за это смолки и тут же отступает но я думаю это ненадолго они быстренько перетянутся на топ и будут ломать последнюю линию и вот у нас на стриме ару гейминг уже вторую завозят надо им почаще заходить на стрим моральная поддержка и вера в новичков она помогает как ни крути но молодцы вам вам там что параллельная джесс эмпайр шпилят мы же любим молодежь который прогрессирует это да и нормально у нас все получается пошел из пласт помпом помпом все равно бычок произошло за то время когда пока меня не было но вот смотрю и сей по ходу у него ничего не произошло время когда у меня не было за него да у него только пока без говорим пополам появилась и всего-то так не базы трака улики тайдхантер юзает рэвать и просил очень серьезно и теряет а егид и пытается взять ланса дерется с ним до последнего но крит и уланды как и впс выигрывают эту карту ару гейминг две карты подряд они сейчас забирают 28 граппировки появилась взял лист много мидосов было очень куплено при всем том что преимущество было у ликвид довольно неплохое они пошли и тупо проиграли файт не дождавшись не дождавшись рэвэйджа купив тучу мидосов вот к чему иногда приводит излишняя вот это вот самонадеянность и уверенность себе